Губит людей не пиво, губит людей вода. Статистика утонувших каждый день пополняется новыми эпизодами. Обрывистые берега, большая глубина, ил и водоросли могут за несколько минут утянуть на дно. Как не стать очередной жертвой? Водитель, стой, смотри на знаки. Громкое ДТП произошло в Бобруйске. На чьей стороне, правда? И жить на широкую ногу. В Солигорске три девочки поели в магазине на крупную сумму. Кто заплатит за сладости? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Жертвы большой воды. В четверг в Бобруйске утонули два человека. Один из них ребенок. Всего с начала купального сезона в городе числится шесть случаев. Статистика по стране еще более печальная. 126 человек погибли, из них 14 дети. И каждый раз в неустановленных местах. Об отдыхе с последствиями. Карина Гуревич. Спасатели бьют тревогу. Все новые и новые случаи утонувших пополняют печальную статистику. Карьерна Наумова в заголовках новостных лент. В четверг здесь утонул подросток. 14-летний мальчик с братьями и сестрой отправился купаться, пока мама была на работе. Отойдя от берега на пять метров, он нырнул и уже не вынырнул. Поиски ребят ни к чему не привели. Шум и крики услышала проходившая мимо женщина. Она и вызвала спасателей. Тело обнаружили сотрудники освод. Следователям с привлечением специалистов УГКС по Могилевской области проведен осмотр места происшествия. Опрошены очевидцы трагедии. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что место, где утонул 14-летний подросток, не предназначено для купания. Это уже шаманка. За сутки два происшествия. Один молодой человек погиб. До этого он выпивал в компании знакомых. Второго мужчину спасли. Сейчас за его жизнь сражаются врачи. Всего в Бобруйске с начала купального сезона вода унесла шесть жизней, в том числе двоих детей. Все это произошло в местах, запрещенных для купания. Шаманка – излюбленное место не только у рыбаков, но и у нетрезвых отдыхающих. Однако озеро смертельно опасно. Обрывистые берега, большая глубина, ил и водоросли могут за несколько минут утянуть на дно даже неплохого пловца. А вечером в пятницу в Бобруйском районе из искусственного водоемы извлекли тело мужчины 81-го года рождения. Поиск укромного места для отдыха зачастую приводит к трагедии. Несанкционированные пляжи всегда под особым контролем правоохранителей. Акватории здесь не обследованы. Очистка не проводится. Скорость течения не соответствует мерам безопасности. На дне могут быть резкие уклоны, коряги и осколки стекла. «Ответственность за купание в запрещенном месте до трех базовых величин. Около 50 человек у нас уже привлечены к ответственности. В республике у нас утонуло около 200 человек. В области погибло уже на сегодня 28 человек. Из них четверо несовершеннолетних». Купальному сезону в городе, напомним, подготовили четыре пляжа. Центральный в Приберезенском микрорайоне, вблизи здравницы имени Ленина и санатория «Шинник». Здесь созданы все условия. Оборудованы раздевалки, душевые, туалеты. Работают питьевые фонтанчики, летнее кафе. Можно взять на прокат шезлонги и зонтики. Но самое главное – здесь дежурят спасатели. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Сирена. В Могилеве задержан педофил. В милицию с заявлением обратилась мать 14-летней школьницы. Женщина рассказала, свекр домогается ее дочери. Как удалось выяснить оперативникам, действия сексуального характера пенсионер совершал неоднократно и на протяжении долгого времени. Он развращал свою внучку по месту жительства в городе Могилеве и на территории дачного дома. Мама школьницы, случайно узнав о домогательствах свекрова в отношении ребенка, пришла с заявлением в милицию. Пенсионер задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Как кадры из боевика в пятницу в 6-м микрорайоне перевернулось такси. ДТП произошло рано утром на перекрестке Батова и проспекта Строителей. В это время светофоры еще не работают и ориентироваться нужно на знаки. Однако водитель Лады не уступил дорогу фарду, в результате чего и произошло столкновение. Двум пассажирам, которые находились в машинах, причинены телесные повреждения. Однако в госпитализации они не нуждались. Жертвами не рождаются, ими становятся. Правоохранители в очередной раз напоминают о том, как важно быть бдительным и не попасть на крючок мошенников. Обычно злоумышленники звонят людям престарелого возраста. Сообщают, что их родственник совершил ДТП, и для благоприятного решения вопроса необходима крупная сумма денег, которую нужно срочно передать курьеру. В случае поступления подобных звонков от незнакомцев на ваш телефон прекратите разговор, проверьте информацию, связавшись с родственниками. Будьте бдительны сами и в целях профилактики расскажите о подобных мошенничествах своим близким. Минус 7,5 тысяч рублей могилевчанка так ловко маневрировала во дворе дома, что лишилась прав. 19 июня в одном из дворов областного центра очевидец заметил, как женщина за рулем Фольксвагена при развороте повредила два припаркованных автомобиля, после чего уехала. Мужчина сразу сообщал об этом в ГАИ и передал номер машины. Спустя несколько минут виновница возвращалась обратно, и в этот момент ее заметил наряд ДПС. После остановки инспекторам сразу стало понятно. 38-летняя местная жительница не трезва. Помимо крупного штрафа за пьяное вождение, ДТП и скрытие с места аварии, женщине придется возместить страховой компании сумму за ремонт поврежденных авто. Гулять так гулять. В Солигорске три девочки из детского сада похитили в магазине и съели сладости почти на 200 рублей. В торговой точке обнаружилась недостача. При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, три девочки 5 и 6 лет регулярно посещали магазин и угощались вкусняшками. Обычно они брали газировку, мороженое, шоколадные яйца и батончики. Небольшой рост позволял им проходить и уходить практически незаметно. Теперь родителям придется возместить ущерб супермаркету. Это была сирена, ну а больше новостей ищите на нашем канале в ютубе и соцсетях. Я Кристина Ариенц. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok